Венсполс Настоящая фотография та, которая, как когда-то говорили, сделана на серебряной бумаге. Еще в советские времена, когда проявляли фотографии, опуская их проявители фиксаж, фиксаж обязательно надо было сдавать, его очищали и вновь получали серебро, которое использовали повторно. Все хорошие идеи рождаются спонтанно. Также 7 лет назад родилась идея создания ретро-салона. Если бы у Юриса не было помощников, то не было бы у клиентов такого выбора платьев, костюмов, шляп и аксессуаров. Так постепенно обзавелись шляпами, платьями, зонтами, которые специально шили. Есть и другие специально сшитые вещи, а кое-что купили в секонд-хенде. Старинная фотография создается очень быстро. Самое трудное, говорит хозяин салона, уговорить надеть старинный наряд. Люди очень интересные. Когда показываешь одежду, они говорят, нет, нет, я это не надену. Мне это не подойдет. Но стоит только одну вещь надеть, сразу все идет по цепочке. И он говорит, ой, как красиво, в таком можно ходить и по улице. Несколько щелчков фотоаппарата и уже можно снимать наряд. А пока человек возвращает свой прежний облик, фотография уже готова. Люди, приходя сюда, просят, чтобы я сделал для них цветные фотографии, а не черно-белые. Я говорю, что жизнь вокруг нас и так настолько цветная, зачем ее еще больше раскрашивать? Может, стоит вернуться к черно-белому? Когда они видят результат, как выглядит черно-белый вариант и как выглядит цветной, то говорят, нет, дайте мне лучше черно-белый. Юрий Спресников признается, что иногда с грустью вспоминает старые методы создания фотографии. Сейчас все слишком компьютеризировано. Это живая фотография, которая создана с использованием проявителя, фиксажа, воды. Получается совсем другая фотография по сравнению с современной, которую создает машина. Человек не участвует. Юрий Спресников – фотограф с особым душевным отношением к своему городу. В этом можно не сомневаться. Я всю жизнь провел в Венспилсе. Мне нравится эта работа. Она мне по душе. С фотоаппаратом в руках отдыхаю. Татьяна Саксаганская, Гейта Мартинсона, Инжодзинш, Курзамское телевидение.